Открой глаза, все та же трещина в небес, в стекле окна. Всех приветствую, дамы и господа. Вот знаете, как говорят, можно там бесконечно смотреть на три вещи. Точно так же можно бесконечно смотреть на то, как трансформируется мнение нынешних должностных лиц на такую персону, как Арсен Аваков. Вот, например, с чего все начиналось. Новый премьер-министр Гончарук, сразу же после того, как его назначили премьер-министром, говорит про Авакова. Я знаю, ну, тобто, рішення і питання по Авакову, воно, звичайно, дискутується, і воно є складним. А єдине, що я можу сказати, що ми дуже чітко окреслили червоні лінії. Я сказав на трибуні парламенту про те, що в уряді краси не будуть. Це означає, що ніяких виключень бути не може. Якщо є претензії, по суті, для того, щоб не втрачати довіру до уряду, до команди загалом, людина має піти. І вже таке відбувало неприєтного відчування, тому що раніше розповіли про своїми штампами, А зараз в інше тіше другі у них. І ось ці 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 ці... Весь остальной бэкграунд, отсутствие реальных изменений, постоянный беспредел, всякое скотское отношение и бездействие, это не выходит за красной линией. Но давайте дальше. Еще перед тем, как вот это вот рассказывал господин Гончарук, вы помните, что у нас рассказывал Александр Куницкий, он же Запасанев, сейчас народный депутат и слуги народа. Президент лично дал гарантии того, что министр Аваков не останется на этой должности постоянно, то есть этот вопрос временный. Сейчас он под личную ответственность, под личные гарантии. Говорит о том, что позиция министра Авады должна остаться за Аваковым. Вот это вот выражение, под личную ответственность, под личные гарантии, говорил не только Куницкий, говорили еще и другие депутаты, в том числе и Дубинский, да, и многие другие. Вот четко, то есть, ну, четко звучала фраза, там, гарантии личные, личные обязательства какие-то, да, под личную ответственность. Это было у многих депутатов, а значит, что эти, именно, вот конкретно именно эти слова говорил президент Зеленский, когда просил проголосовать за такой вот состав кабинета министров, в котором находится сейчас Арсен Аваков. А теперь давайте послушаем самого Зеленского. Вспомните, был этот пресс-марафон, который он проводил, там сколько, более 10 часов, насколько я помню, что он говорил по поводу Авакова. Можно вам поставить вопрос, який відсоток старых людей залишился в оновленном ураде? Який відсоток? 12,5. Сколько? 18 поделите на 2. А кто другой министр? Маркарова. Маркарова и Авакова? Так. Двое. Ну, який це відсот? Мы не знаем, сколько их, я точно думал. Невеликий, скажем так. Маленький відсоток. Это была затравочка в ответе Зеленского, и сразу она мне показалась какой-то просто абсурдной, потому что декларировали новые лица, а потом говорит Зеленский, ну, это ж небольшой процент, да? То есть, ну, почему тогда в программе партии, да, либо в своей предвыборной кампании Зеленский не говорил четко, мы приведем новые лица, но маленький процент старых оставим. Еще лучше всего, чтобы указал какой именно процент и каких именно старых лиц он собирается оставить. Ну, это такая была затравочка по поводу процентов на жюри. Это абсурд. С тем же успехом можно было бы, знаете, поменять всех и оставить Порошенко президентом. И тоже там все бы говорили, ну, смотрите, Порошенко один, а все новые. Это какой процент? Там 0,2-0,3. Ну, это абсурд. Все были абсолютно против не только Порошенко, но и против Авакова, потому что он был как раз-таки частью этой системы, которая у нас была последние 5 лет. Но потом Зеленский еще добавляет. Пан министр Аваков, я не знайшов, дійсно. Це ніякий не компромисс, тому що я нічого йому не винен и не повинен. Це я. Але є уряд. І ось це вже не вважається, тому що він говорить, що я нічого йому не повинен. Але це ж я. А воно ж є у нас уряд, т.е. кільник министрів. Так, подождіть, господин президент, а не під ваше личне обязательство це все було? Не ви ли конкретно рекомендували Авакова на пост? Т.е. сейчас Зеленский буде с'їжджати на Гончарука і говорить, що я тут при чому? Я вже не подавав. Це як гончарук розказував. Як у нас по процедуре? По процедуре у нас так, у нас фракція виносит, предлагає мене, а я потом виношу на голосование, бла-бла-бла. Но фракції-то перед тим, як вона виносила кандидатури. Кто ці кандидатури предложив? Зеленский. А зараз він говорить, ну, як-то так. Ну, дальше він ще говорить кое-что інтересне. Є прем'єр-миністр. Тому є, скажімо так, чесно, випробувальний термін. Ми хочемо побачити нові обличчя в Міністерстві внутрішніх справ. І все-таки, є какой-то, да, іспытательний срок. І вот він ще добавлял, що ми хочемо увидеть нові лиця. І нові лиця такі увидели. Нове лиця Антона Геращенка. Нове лиця Трояна, не помню, як його там звуть. Нове лиця Зорина Шкиряка. В общем, все нові лиця увидели. То есть, получается, що з новими лицями не получилось. Теперь давайте посмотрим, а як же получится с іспытательним сроком. Потому що іспытательний срок звучав там до декабря, то ли до конца года. Непонятно, то ли до декабря, то ли до декабря в плане включительно с декабрю. По идее, осталось ждать недолго, два місяці. І тогда уже этот вопрос окончательно решиться. Но что-то мне подсказывает, що вопрос этот уже решен. Потому что совсем недавно, пару дней назад, глава Офиса президента Андрей Богдан рассказывает следующее. Аваков – професійна людина, яка забезпечила чесні вибори. Ми вважали неправильним. Можливо, це був би правильний політичний хід поміняти абсолютно всіх і змінити Авакова. Це б сподобалось суспільствам, це було нечестно. С конца начнем говорить. Але так було б нечестно. То есть подразумевается, що так було б нечестно в отношении Авакова. Потому что якобы он обеспечив законність проведення данных выборов. Ну, честно говоря, я тоже ходил голосовал. Я, в общем-то, никакой особой роли полиции или там той же самой Нацгвардии в осуществлении порядка и проведение законности выборов так и не увидел. То есть это была ширма. Просто ширма для того, чтобы показать, что вот Аваков якобы поддерживает Зеленского. С другой стороны, ну, как бы обеспечить законность проведения выборов, в общем-то, это и была обязанность. Ну, в том числе одна из обязанностей того же самого Министерства внутренних дел. То есть фактически он исполнял свою работу. И за это, получается, Бог нам говорит, что мы должны быть благодарны Авакову и поступить с ним честно. Не думали ли они, что вот таким вот образом, поддерживая Зеленского, Аваков как раз таки и хотел сохраниться при власти. То есть это не была его там какая-то позиция или еще что-то. Он понимал, что Порошенко тонет и, естественно, нужно теперь хоть каким-то образом примыкать к команде победителей. Вот. А вначале он сказал вообще сакраментальную фразу о том, что Аваков является профессийной ледыной. Ну, короче, назвал его профессионалом. И вот честно, я вот не могу понять, вот кто-то может мне нормально объяснить, в чем именно проявился профессионализм Арсена Авакова. Нам любят рассказывать о том, что у нас произошла реформа полиции. Она у нас работает. Но мы-то с вами знаем четко, как именно работает наша, в первую очередь, патрульная полиция. Потому что мы видим это вот на своих экранах каждый день. Как работает, ну, скажем так, та полиция, которая раньше была рая делами, да? Никто ничего не делает там. Точно так же никто. У нас заявления эти куда-то теряются. Они регистрируются не так, как положено. Вот взять ту же самую статистику. Любят они рассказывать о том, что у нас раскрываемость выросла. Там она составляет 40%. Но возьмите любого практикующего адвоката, а лучше, я не знаю, 10. И поспрашиваете у них, и все они вам расскажут, что приблизительно 9 из 10 заявлений вообще не регистрируются в ЕРДР, и по ним не производится досудебное расследование. Получается, что вот эти 40%, о которых они любят рассказывать, это 40% от 10% поданных. То есть это фактически 4%. Вот это уровень раскрываемости настоящий, чтобы вы понимали. И многое-многое другое. По тому же самому следствию можно рассказать о том, как долго они производят расследование. Либо о том, как они закрывают дела, где вот все есть. Просто бери, вручай подозрения и отправляй в суд. Но нет. Та же самая Нацгвардия. По поводу их обучения знанию законодательства. Ноль. Про патрульную полицию мы уже говорили. Опять-таки, знаний ноль. Просто один тупой беспредел, галочно-палочная система и ничего более. Любят у нас еще подрассказать о том, что у нас есть дыры в законодательстве. Этими дырами пользуются те же самые юристы и адвокаты. Если вы не помните, я вам напомню. Для того, чтобы внести в правила дорожного движения изменения, нужно было поменять слово «милиция» на «полиция». Там в Министерстве внутренних дел одуплились, по-моему, только через два с половиной года. И подали вот эти вот изменения на утверждение. То есть это дыры в законе? Нет. А кто этим занимается? Министерством. До сих пор точно так же у нас нет решения по этим их люстрам. Опять-таки, это должен был быть создан орган, соответствующий в системе МВД, который выдавал бы разрешение на спецсигнал. Опять-таки, кто это не сделал? Министерство внутренних дел и, соответственно, кто управляет Министерством? Арсен Аваков. Что там еще? По поводу этих самых технических средств. Тоже потребовалось там сколько? Года три для того, чтобы издать приказ о том, какие технические средства используются в МВД. И таких еще вопросов очень много. И вот не понимаю, честно, вот, а в чем профессионализм? В чем? Вот конкретно. Можете, вот, если кто-то знает, пожалуйста, вот вы в комментариях напишите. Или, может быть, сам Богдан или кто там еще говорит, кто говорит о том, что Аваков является профессионалом. Пусть они конкретно, на фактах, в цифрах пояснят, в чем заключается профессионализм Арсена Авакова. Потому что я не понимаю. Я думаю, никто из здравомыслящих людей тоже не понимает.